котятки мои всем доброе утро добро пожаловать в новый влог то впервые на моем канале меня зовут елена посмотрите на эту красавицу она просто не перестает меня радовать это орхидея из магазина фикс прайс но смотрится она вот совершенно как настоящая как живая так ну что сегодня будем заготовить закваску как я вам и обещал от компании баксдрав готовить я буду вот в такой йогурт ниц я ее покупала на официальном сайте зигмут энштайн она самого простого управления здесь всего две кнопки одна кнопка время вторая кнопка это старт отмена в комплекте к этой йогурт ниц и дополнительно шли 8 баночек объем по моему них по 180 миллилитров баночки все с крышками и есть еще вот такой контейнер на полтора литра поэтому не обязательно разливать закваску по баночкам можно будет просто ее налить в контейнер но сегодня я буду готовить именно в баночках так покажу вам какие закваски у меня есть это закваски от компании баксдрав у меня их целых шесть штук разных есть закваска иммуна бифидо плюс протект закваска кардио сметана и закваска гармония она вот идет как раз для женского здоровья я сегодня решила приготовить закваску иммуна вот в каждой такой коробочке находится 5 стиков по 3 грамма вот так выглядят стики и дополнительно здесь идет еще инструкция каждой закваски как ее приготовить так но так как мы будем готовить закваску ему на давайте вам прочитаю кому она рекомендуется людям перенесшим операции серьезной инфекции во время после антибактериальной химиотерапии аллергические состояния для снишения риска заболеваемости школьникам людям подверженным стрессом а также людям живущим неблагоприятных экологических условиях условия у нас красноярске мягко сказано неблагоприятные поэтому я решила приготовить именно эту закваску я вам обязательно оставлю ссылку на сайт баксдрав потому что помимо заквасок вот таких у них еще есть йогурт и закваски для сыра для творога там очень много всего заходите обязательно посмотрите и для моих подписчиков сайт баксдрав приготовил скидку по промокоду 10 процентов также промокод позитив 10 оставлю в инфобоксе обязательно заходите посмотрите я уверена что вы найдете что-то полезное для себя там есть закваски для детей для людей пожилого возраста в общем выбор огромный обязательно заходите посмотрите так ну а я начинаю готовить все что нам понадобится это один стик и молоко у меня литр молока молоко жирностью два с половиной процентов и она ультра пастеризованное вообще производители рекомендуют даже пастеризованное молоко еще раз про пастеризовать для этого его нужно будет нагреть до температуры 80 градусов и резко охладить я же свое молоко буду просто нагревать до температуры где-то 45 градусов молоко подогрелось теперь беру стик постепенно высыпаю и буду перемешивать примерно минуты 2-3 нужно будет очень тщательно перемешать вот эту закваску в молоке полученную смесь я перелила уже в баночки 6 баночек у меня получилось они чуть-чуть не до конца заполнены теперь накрываю крышкой сами баночки крышки накрывать не нужно просто йогуртницу накрывая устанавливаю время на 8 часов за все это время перемещать йогуртницу открывать крышку не рекомендуется также не нужно чтобы сама йогуртница находилась на сквозняке так время установила нажимая кнопочку старт и 8 часов я могу спокойно заниматься своими делами и вышла на балкон показать нам нашу неблагоприятную экологическую обстановку посмотрите какое задымление и вы представляете вот эти пожары сейчас и в якутии в турции в греции везде там вообще я не понимаю как там люди выживают знаете больше всего мне конечно жалко животных сколько их погибло во время этих пожаров это же просто кошмар смотрите что у нас там делается ничего не видно знаете вот запах не просто как от лесного пожара а именно запах с примесью какой-то жженой резины это просто кошмар ой скорее бы все это прошло дышать невозможно вчера у меня был просто сумасшедший кашель такое ощущение что вот легкий чем-то наполнены хочется прокашляться и прямо знаете как огнем горят так тяжело это кошмар а в очагах возгорания там вообще я не понимаю как там лежит выживают люди я очень-очень сильно им сочувствую кстати ребят продолжение темы о неблагоприятной обстановке у нас красноярске у нас на этой неделе вообще солнечный наш микрорайон просто прославился первое это у нас умерли две женщины они купили виски в какой-то бодейки я не помню с руку кого-то брали в общем они продаются в канистрах вот они купили это виски выпили и сначала умерла дочь 24 лет через несколько дней в реанимации скончалась ее мама и сейчас кстати в реанимации находится отец сразу хочу сказать что это не какие-то алкаши и вот уже продавцов вот этих виски их уже задержали где-то они брали это в санкт-петербурге и второе у нас прошел дождь несколько часов всего был дождь и в конечном итоге вот напротив моего дома там где новые дома стоят у нас обвалилась подпорка дома там как раз была автостоянка и завалила полностью пять машин представляете они просто в смятку причем примерно за недели три за месяц до этого жители этого дома уже пожаловались на то что асфальт перед домом у них потрескался лопнул начал расходиться они уже во все колокола били что и администрацию вызывали и телекомпании вызывали что нужно что-то делать вроде как администрация застройщику сказала что давайте что-то делайте уже исправляйте они говорят там засыпали просто каким-то щебнем или чем я не знаю ну и в конечном итоге в общем это подпорная стена вот я видео вам ставлю это не мое видео в тот день я была на работе слава богу никто не пострадал представляете 5 метровая стена высотой в длину на всю стоянку она просто эти машины в смятку превратила и кто теперь будет владельцам платить за эти машины это тут еще вообще непонятно это как бы знаете такие непреодолимой силы произошло вот это вот обвал этой подпорной стены но я не знаю людям нужно конечно будет из застройщиком судиться из этой автостоянка я даже вот не знаю ну конечно это большое несчастье вот слава богу что в этот момент там не было людей также в этих новостройках вот тоже видео вам поставлю это у нас ксения бессонова наш председатель дома снимала она сейчас идет в депутаты от лдпр и она показывает что творится после ливня там просто смыла дорогу это какой-то кошмар вот так у нас работают застройщики как попало на насыпи дома понастроили дорог нет мест для парковки машин нет общем люди покупайте за миллионы а потом еще вкладывайте и страдайте но это по моему матушка россии у нас так воровство на всех этапах у нас происходит и мне кажется вот самый главный здесь виновник это тот кто принял вот этот дом вместе с этой стеной подпорный вот его и нужно судить в первую очередь почему такие вот у нас сейчас в нашем солнечном не очень хорошие моменты происходят так ну что мне сегодня по планам первым делом я хочу протестировать вот эту альгинатную маску которую я покупала в магазине fixprice это от этюд органик стоит она 99 рублей и сегодня у меня еще по плану пока наша закваска готовится я хочу разобрать наконец-то шкаф под раковиной ровно год я уже туда тряпкой не залазила как говорится нужно все будет вытащить перемыть и опять сделать как бы организацию и хранение и как раз у меня там много запасов нужно пересмотреть уже сроки годности потому что редко туда залажив чего-то всего много так тряпочка какая или какой гель понадобится лезу туда немного переставлю ну и как говорил один мой подписчик ой говорит скоро опять там все это вся организация пойдет по одному месту потому что у нас как вроде все красиво организовал первые дни ты там еще стараешься все аккуратно складывать потом ай забросил потом уберу потом уберу и вот это потом опять превращается в такой большущий хаос который мне срочно нужно будет перебрать поэтому кому интересно обязательно подписывайтесь на мой канал оставайтесь со мной и сейчас вместе с вами я буду тестировать вот вот альгинатную маску из фикс прайс девочки приступаю к тестированию альгинатной маски это корейская маска от этюд органикс альгинатная охлаждающая маска сорбент для лица пептидный лифтинг криотерапия подтягивающий эффект разглаживание морщин повышение упругости омолаживания кожи и как результат гладкость эластичность смягчение питания четкость овала лица свежий и ровный цвет я уже на лицо нанесла сыворотку здесь ее рекомендуют нанести под маску эту сухую маску нужно развести холодной водой до консистенции густой сметаны примерно 45-50 миллилитров сыворотка у меня от эстетик house вот такая вот ампуль на 95 процентов здесь идет с коллагеном и она у меня уже заканчивается высыпаю добавляю водички вообще с альгинатными масками нужно очень быстро работать и самое главное вообще альгинатные маски нужно наносить лежа поэтому я даже не знаю буду я вам показывать как я ее наношу или нет но конечный результат я вам обязательно покажу но сейчас посмотрим все размешаю хорошенечко у нас должна получиться густая сметана вот что у меня получилось и сейчас все это быстренько нужно будет нанести на лицо девочки показываю как лицо выглядит после этой альгинатные маски и скажу честно мне понравилось конечно еще покраснение где я снимала шея тоже немного красная но ничего нигде мне не щипала не жгло маску я держала ровно 25 минут и как видели она не снялась прямо таким вот чулочком но я думаю это из-за того что я нанесла ее не очень таким толстым слоем потому что мне захотелось еще растянуть ее и на шею в общем маска обладает прям ярким выраженным таким охлаждающим эффектом она не колит не щипет просто вы лежите у вас такое прям холодит кожу эта маска очень приятные ощущения так второе кожу она немного подтянула но за один раз я не думаю что прям я могла молодиться лет на 20 когда снимала маску волосы нигде не на бровях не просто где вот застряла на у меня где попала на волосы ничего не выдернулась все отлично снимается остатки я просто тонером на ватный диск и все убрал и девчонки знаете что мне еще понравилось она очень сильно сузила пор сут пор и их вообще практически незаметно я прям себя разглядывала в лет близко в зеркало и а упоры вы где их нет ну конечно этот эффект продлится недолго но мне очень сильно эта маска понравился скорее всего я ее повторю так еще раз скажу покупала ее в магазине fix price и стоит она 99 рублей кстати там еще есть три или четыре вида этих масок в общем девчонки я этой маска осталась довольна пришло время заняться уборкой под раковиной все оттуда вытащить покажу вам как все это выглядит ничего специально не готовила не убирала вот такой сейчас у меня здесь хаос все бутылки мне эти нужно будет вытащить все перемыть вот это вот пакетницу которую я покупала в икеа она мне была прикреплена вот здесь на стене но вот этот скотч его хватило ненадолго вообще ее можно куда-нибудь прикрутить прикручивать я не буду мне есть двусторонний скотч я ее прямо так вот по периметру обклею и опять помещу ее или сюда или скорее всего вот сюда вот наверх под раковина у меня будет но там внизу мне запасе ки в общем сейчас все буду вытаскивать и перемывать а а а а а а а а а по а а я все вытащила с под раковиной как туда все помещалось я вообще не понимаю как я все это туда напихала принесла еще с комнаты вот этот контейнер тут у меня тоже запасы поставлю все это в большой буду соединять смотреть что и как чем работы предстоит много конечно досконально как и что я делаю я показывать не буду я просто сейчас перемой все контейнеры перемой все бутылки пересмотрю сроки годности приклею вот эту пакетницу разберу пакеты так мыло хозяйственное мыло хозяйственным не нужно отдать потому что я не переношу запах хозяйственного мыла покажу вам вот это вот органайзер я его покупала в магазине fix price очень удобный он подвешивается на дверку вот так вот но желательно ничего тяжелого не храните иначе дверь может провиснуть и по поводу вот этой вот подложки я ее покупала в магазине леруа отличная просто подложка все на ней стоит хорошо и сама она на поверхности хорошо лежит ничего на ней не двигается стоит она стоила по крайней мере когда я покупала эту подложку около 200 рублей она есть еще в прозрачном цвете но так как кухню мне черный я взяла себе именно черную ширина по моему 50 сантиметров и длина этой подложки полтора метра тоже девчонки кому нужно обязательно вот присмотритесь в леруа они продаются так но быстро покажу там примерно здесь у меня всякие гели для душа тряпочки там у меня бытовая химия бытовая химия кстати сегодня я буду знаете что использовать мыть буду так это у меня вот таким вот концентрированным универсальным средством от фаберлик антибактериальный подходит для всех видов поверхности эффективно ощущает различные твердости твердые поверхности и не требует смывания как раз мы его сегодня протестируем артикул у него 30 219 сейчас я найду конь баночку чтобы его развести ну и так что а вот кстати ой балкон открыт у меня там сумасшедшие машины ездят да вот смотрите как выглядит анти антискользящий коврик винил размер 50 на полтора метра и вот у меня еще целенький такой есть все никак я не доберусь до организации и хранения так ну еще покажу что у меня здесь есть фикс прайса это вот эта раздвижная корзина она мне как раз отлично подходит для раковины сейчас они опять появились продажи фикс прайсе это я покупала в хозяйственном магазине вот этот органайзер но у него постоянно вот эти вот липучки слетают ничего куда-нибудь я придумаю так здесь у меня тоже всякие тряпочки все для уборки в общем до работы предстоит много решила переместить все ванную комнату потому что поняла на кухне это помыть будет нереально покажу общим планом сколько у меня всего я реальный хомяк когда я это все использую я даже не знаю ну наверное сын когда женится я половину ему отдам из своих запасов только вот когда сын женится я тоже не знаю ребят я уже на финишной прямой все рассортировала здесь все помыло мыло я вот этим средством от faberlic концентрированным универсальным слушайте мне так понравилось это средство моментально все очищает и вот здесь видите дверки прям беленькие стали и попробовала вот эту полировку еще помыть тоже все отлично отмылось нигде ничего не облезло жир все удалилась так быстро покажу что я сделала в этот большой контейнер я поставила только гели для душа у которых еще хороший срок годности который в ближайшее время не не понадобится в этом контейнере у меня все средства для чистки которыми я пользуюсь на постоянной основе часто пользуюсь а в этом контейнере все средства которыми я пользуюсь намного реже сюда я поставила то что мне нужно использовать шампуньки поставила какие-то гели что еще тут шампуни для сына в общем то что у меня тоже должно быть под рукой здесь у меня всякие малюхочки я даже уже забыла про них если честно крем для рук тоже куда повыше поставлю куда не может даже в косметику чтобы это все было под рукой по поводу пакетов вот так вот я аккуратненько их сложила здесь у меня прям большой пакет с пакетами которые нужно будет увезти в гараж или на дачу они там пригодятся выкидывать я их не стала они пригодятся что по поводу этой пакетницы языке к сожалению у меня не получилось приклеить ее на двусторонний скотч она совершенно не держится поэтому она пока у меня будет вот так вот стоять но что-то надо будет с ней придумать но и осталось единственное конечно все это организовать вот там все это вместить надеюсь у меня сейчас все это получится я 30 минут эти коробки тягала туда-сюда и все равно то что я хотел у меня не получилось сейчас объясню почему большая коробка хорошо встала вот это вот коробка она сюда за счет гофры не вмещается поэтому я поставил туда маленькую вообще было бы классно если бы вот эта коробка стояла на большой коробочке вот этот органайзер у меня с пакетами будет стоять здесь так поставила эти два контейнера в общем то все как и было конечно я задумала по-другому но вы не получилось пакетница вроде бы она нужна она очень нужна но здесь она будет стоять ни к силу не городу если бы ее вот так прикрепить хотя бы чтобы она вот на таком уровне было или прикрепить ее вот сюда наверх было бы вообще здорово но вот этот вот скотч двусторонний он совершенно не держит так что пусть пока стоит здесь эту коробку я хотела уже сюда поставить потом поняла что мне здесь все-таки нужно место под мусорное ведро поэтому этот контейнер я уберу шкаф-купе на нижнюю полку чтобы он тоже был всегда под рукой в общем вот такая организация и хранение у меня получилось на сегодняшний день главника все перемыла и все чистенько котятки мою на второй час ночи но и обязательно вам покажу что у меня получилось 8 часов закваска у меня простояла в йогуртнице и два часа я еще держала ее в холодильнике вот так вот выглядит сама закваска очень напоминает натуральный йогурт закваска нежная она не кислая вот именно посмотрите прям какая плотная она получилась мне кажется салаты хорошо будет ей заправлять если сюда добавить какие-то фрукты джем сироп будет вообще вкуснятина семена че пользы будет еще больше в общем и хорошие промо-код на скидочку я оставлю в инфобоксе промо-код позитив 10 дает скидку 10 процентов но действует он только до 31 августа поэтому обязательно заходите смотрите заквасок на сайте очень много все мои хорошие на сегодня уже заканчиваю влог желаю всем здоровья позитива всех обняла ваша лена пока пока